Привет! Как известно, в России не любят сложные решения сложных проблем. Российская власть считает, что для каждой проблемы должно существовать какое-то универсальное и простое решение. Главное только его найти. Если решение не находится сразу, нужно просто дать больше денег тем, кто его ищет, и рано или поздно они его найдут. Например, если у тебя в стране рост самоубийств, то ты запрещаешь пропаганду суицида, ведь вполне логично, что если нет пропаганды, то про возможность суицида никто не узнает. Или вот как бороться с эпидемией ВИЧа в России? Да в общем-то и не надо с ней бороться, ведь это просто информационная война Запада против России. Главное презервативами не пользоваться и жену хорошую найти, оно там как-нибудь само рассосется. Также вот и с экономикой. Над экономическими проблемами голову ломали долго, дольше, чем обычно, но решение все-таки нашли. Не буду более тянуть и передам слово советнику президента по вопросам региональной экономической интеграции Сергею Глазьеву. Вот если мы будем делать, как предписано Иисусом, любить друг друга, делать добро, выполнять заповеди, а также добьемся того, чтобы наша государственная политика и устройства соответствовали нашей православным ценностям, тогда, я уверен, у нас все получится и будет экономический рост. Ибо сказано в Писании, что спрос рождает предложение, а предложение рождает спрос. Каждое утро перед открытием ММВБ трижды окропи терминалы водою святою и почитай Адама Смита в молитвах своих и Давида Рикарда пророка его. И будет экономический рост, который никак правительство найти не может, и будет научно-технический прогресс, и будет благополучие в каждом доме. У тебя могло бы быть благополучие в доме, извини, но ты буддист. То есть еще раз, советник президента по вопросам региональной экономической интеграции, доктор экономических наук, академик Российской Академии Наук заявляет, что причиной отсутствия экономического роста является несоответствие государственной политике православным ценностям. Отчасти академик, конечно, прав. Ибо сказано, не возжелай полуостров ближнего своего, санкции потом получишь, негде кредиты будет брать. И словам академика есть множество подтверждений. Вот видите этот пожилой человек, какой насыщенной духовной жизнью он живет, и посмотрите, как у него все хорошо с экономикой. Но в чем же проблема этих молодых людей, у которых нет социальных лифтов и которые после вуза разве что телефоны могут продавать, а разгадка одна, безблагодатность. Или вот татарские банки недавно развалились, оставив вкладчиков без денег. Так татары небось и подумать не могли, что надо было жить по христовым заповедям. Но все-таки более важной проблемой России можно назвать хотя бы то, что Сергей Глазьев является академиком Российской Академии Наук. Как-то это не по-божески. В церкви стоят одни экономисты в стране, в храме прислуживать некому. Сидят по своим кабинетам советников президента по вопросам региональной экономической интеграции. Лучше б служками в храм пошли экономику России поднимать. Потому что давно следует перестроить нефтегазовую структуру экономики России на церковно-приходскую. Снять, так сказать, страну с нефтяной иглы и посадить на свечку. Это у цен на углеводороды, сплошная волатильность и внешняя конъюнктура. А вот цены на свечки стабильно растут. Можем как наращивать внутреннее потребление, так и экспортировать в бездуховные страны. С другой стороны, совет Сергея Глазьева может показаться излишне сложным. Российские власти, конечно, могут перенять опыт великого экономического теоретика Иисуса Христа. Но мне кажется, что в России все гораздо проще. Потому что это иудейский народ можно было накормить тремя хлебами. Русским же обычно достаточно одних обещаний. Поэтому оригинальный библейский текст под российские реалии немного придется переписать. Получится такое Евангелие от Басманного суда. И кто захочет судиться с тобой и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду. Особенно, если это Сечин. И если ударил тебя кризис по рублевому депозиту, то переложи все в доллары, а потом подставь и валютный. Просите, и дано вам будет под 25,5% годовых. Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей шкуре, а внутри суть Алексей Навальный. Если же правый глаз твой соблазняет тебя... Глаза-то не отводи, что ты глаза отводишь? И увы, раз начинают появляться такие предложения от советников президента, значит с экономикой все настолько плохо, что нам остается только молиться. Такая неделя, такие новости. С вами была Марина Мизинова. Подписывайтесь на наш канал и, пожалуйста, не забывайте нам ставить лайки под роликом. Спасибо, что смотрите нас. Всем пока, увидимся через неделю. Субтитры сделал DimaTorzok